В районной администрации состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Подвели итоги уходящего года и утвердили план работы Совета на предстоящий 2023. Обсудили самые насущные вопросы, волнующие общественность. В частности, варианты объезда моста через реку Убин по улице Комарова в станице Северской. Он требует ремонта или даже реконструкции. Но выяснить, чего конкретно и в каких масштабах, поможет техническое обследование. Сделаем проектный сметодокументацию в 2023 году. Подготовим все документы соответствующие и хотим вступить в программу в Министерство транспорта, чтобы софинансирование получить на строительство либо капитальный ремонт, либо технический ремонт. То есть, все будет видно из этой самой экспертизы, которая нам все скажет. В случае чего есть несколько путей объезда моста. Также обсудили вопрос строительства автостанции в районе Азовского перекрестка. Появиться она должна была еще в 2016 году. Теперь по решению суда срок установлен на март 2024 года. По итогам проведенного комиссионного обследования от мостки нового здания школы номер 43 станицы Северской выяснились некоторые проблемы. Договорились с подрядчиком, выполнявшим работы, что весной он за свой счет устранит нарушения. Руководитель муниципалитета ответил на вопрос о состоянии дел на котельной по улице Запорожской. Бывший консессионер ЦУП ЖКХ, договор с которым был расторгнут, не проводил химическую очистку воды, которая поступала в систему. При запуске котлы лопнули. В настоящее время ведется претензионная работа с северским поселением на правильные претензии эксплуатирующей организации от СУП ЖКХ. И вот, скорее всего, в первых днях, в числах нового года будет уже направлен иск в суд, потому что они должны подсчитывать сейчас убытки, которые нанесли, и будут претензии указывать сумму к возмещению. Ну и, соответственно, конечно, никакими деньгами не возместить те неудобства, которые были предпричинены нашим людям. У нас детский сад некоторое время не отапливался, там несколько, 15 домов там многоквартирных, почти тысяча человек. В заключении глава района поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и коротко рассказал о текущих делах и планах на будущий год. В районе будут строиться новые сады, школы и дороги. Особое внимание уделят проблемной на сегодняшний день отрасли ЖКХ.